Добрый день, братья и славяне! С вами Дмитрий Хмель. И на заднем плане, в роли оператора, лежит прекраснейший, лысый Иван Соло. Передай привет всем. Всем привет, всем привет. Так вот, сегодня у нас на обзоре Вольфас Ингельман. Что-то тут как-то это. Бордо Дарк Бир. Одна пинта. Прикинь? Вот такой взял. Решил такой, думаю, зайти в магнит, взять пиво. Начинаю смотреть по полкам, а взять нечего. Ну, думаю, ее порезят и. Решил такой, о, какая красивая, интересная бутылочка. Стоит... Баночка, прошу прощения. Стоит всего 129 рублей. Я такой, ну, давайте возьмем что-ли, попробуем. Выглядит дорого-богато. Здесь 4,2 градуса, если что. Объем баночки 0,548 литра. Прикинь. Вот так вот. У нас все, я чипсики уберу. Как видите, да, вас не вскрывали. Не смотрели. Ваня-ка хотел вскрыть, говорю, Вань, не вскрывай. Сейчас будем видос снимать. Он говорит, ну ладно, не буду. А ты сфокусировал вообще камеру? Да, вроде нормально. Ну да. Сфокусировали. Так. Значит. Ну слушай, выглядит реально дорого-богато. И если не знать, что есть пиво дороже 200 рублей, то ты в принципе подумаешь, что это что-то хорошее. Не, ну да, выглядит красиво. Ты знаешь, вот банка цыганская роскошь, я бы назвал. Я тебя понял. Собственно. Показывать я вам не буду. Мы потом сфотографируем. Да. Вот так возьмем. Сфотографируем. Где-нибудь. А надо было в магазине сфотографировать для превьюшки. Ладно, черт себе. Е-мое. Сто вы не залей. В окно не попади. В стекло не попади. Собственно. Ммм. Не страшно. Нам, короче, за Харту Сейнову, когда я вот так вот это начал открывать, и оно пшикнуло, и начало разлетаться во все стороны, нам Ютуб сказал, это контент не для детей. Вы нарушаете детскую политику. Не надо. Конечно. Столько пива выливаешь, сердечко разорвется. Не вытерпел. Да, бедные дети. Ух ты, ебаный. Ну, дымка нету. Дымка нету. Это сразу минус. Потому что как-то пиво, и когда ты его открываешь, оно без дымка. Правильно, Юрий Александрович? Оно темненькое. Ой, какой звук. Да, но звук хороший. Неудобно. Вот минус еще за банку, потому что другие банки наливаются, а она не проливается, а здесь пролилось. Ну, слушай, глянь, какая объемная пена. Мы уже упоминали, что, как говорит Иван Александрович, если пенка долго стоит, то это хорошо. Долго держится. Ну, ладно. Цвет хороший. Просто глянь, какое оно темнючее. Черное, как ночь. Единственное, на донышке слегка красноватое. Пахнет, я не пойму как. Поэтому нюхай ты. Что ты ноги мои снимаешь? Ты немножко на меня поднимаешь. Да, да, да. Я просто не видел уже. Я тебе знаю еще. Ты вот так вот лежи снимаешь, я тебе просто буду подавать кружку, ты второй рукой будешь нюхать там. Вот так вот сделаю. Вот так вот, да. Собственно, так тебе по запаху. По запаху. Ну, запах приятный, спиртягу не отдает, по крайней мере. Это уже плюс. Ну, что ты можешь сказать пока по предположению, вкусное-невкусное? Да. Ну, мне кажется, нормальное. Ну, типа, на семерочку где-то пиво. Ну, типа, отдает, знаешь, таким хлебным каким-то. Не знаю, что-то такое. Вот ты мне, да, пиши лучше запах, как оно пахнет. Чем? Пахнет хлебом, но знаешь, даже с чем сравнить? Вот с Жигулем, наверное, 80-го, но при этом меньше, что ли, спирта в запахе. Не знаю, как объяснить. Пахнет поприятнее. Так, сейчас мы... О, пенка уже почти сошла. Не, ну, кстати, я тебе так скажу. У нее очень легкий, мягкий вкус. То есть, пьется вообще легко. По вкусу присутствует такой вот, знаешь, хлебный вкус. Я бы с тобой не согласился в плане того, что как с Жигули 80-го. Я скажу так, это просто темное, вкусное, хлебное пиво, но оно по вкусу, оно дешевое. Дешевое! И чувствуется прям, как будто, что ли... Значит, еще раз попробую. Просто либо, мне кажется, либо как будто оно водой разбавленное. Попробуй. Такой слабенький вкус, чтобы галлонами вливать в себя, да? Да. Понял. Ну, пахнет прям хорошо, я не знаю. Что скажете, Иван Сантьевич? Блин, вот не знаю, как будто керосина выпил. Не, ну серьезно. Я не знаю, что там. Ну, после вкусии прям такой ржаной хлеб, да, вот такой черный. А когда я только выпил, реально керосин. Я не знаю, как еще. Не, ну вообще, по вкусу неплохо. Идет реально хорошо. Ну, вот как будто реально водой его разбавили, а не насыщенный вкус, лучше я могу сказать. Ну, вот просто даже в сравнении мы от Таркоса что с тобой пили, любое абсолютно взять пиво, оно будет реально вот четырех градусов как бы. Оно будет по вкусу как пиво. Здесь оно как бы... Я здесь не чую четырех градусов. Ну, как вода с пивом, короче. Да. Воду с пивом с темным смешали и все. Ну, слушай. Давай ради справедливости, что все-таки вкус неплохой, хоть и разбавлено водой. Мне кажется, на заводе там слегка люди подохренели, потому что вы зачем, ребята, разбавляете водой? Но поставим давай с тобой максимум 6,5. Ну, я вот, кстати, про 6,5 и думал, да. Потому что мы с тобой изначально подумали, что хорошо, хорошо, хорошо. Тут по сути главный минус этого пива это то, что оно разбавлено водой. Да, так-то вкус хороший, но был бы он понасыщеннее, было бы, конечно, получше. Собственно, поставили мы этому хлебному, достаточно вкусному, но разбавленному водой пиву 6,5. Ну, а с вами, собственно, был Дмитрий Хмель и Ваня Солов. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok